Всем привет, дамы и господа! С вами Юрий Хованский и, как вы знаете, я большой любитель почитать комментарии. И даже в своих немногочисленных комментариях я обнаружил интересную тенденцию. Люди спамили хэштегом «Поддержите майора Грома» или «Поддержи майора Грома», не помню. И писали посты о том, что вот, Юра, ты же фанат комиксов, и пацаны проваливаются в прокате, нужно срочно пилить видос в «Поддержку». И ладно бы только эти чуваки в комментах. Я читал новости про то, что народ выкупает целиком все места в кинотеатрах и раздает билеты на майора Грома бесплатно в соцсетях. Для того, чтобы помочь чувакам как-то отбиться в кинопрокате, где они проваливаются. И я, конечно, небольшой любитель покидать свои четыре стены, но ради вас посмотрел фильм. И нужно, наверное, ответить на главный вопрос, который выведен в название. Что же такое «Майор Грома»? Это шедевр, надежда комиксной, так сказать, промышленности в нашем кинематографе? Или же это провластная прокремлевская агитка? Вот об этом, друзья мои, мы сегодня и поговорим. Начнем с нашей самой стандартной рубрики для тех, кто в танке. Кто вообще пропустил все? «Майор Гром» — это нахуй фильм. Он был в производстве, получается, что четыре года. В 2017 году вышла короткометражка «Майору Грому». Там банк грабили чуваки в масках из мультика «Шайбу-шайбу». Это был пиздатый, экшоновый, такой как бы, ну, короткометражный фильм. По сути, как бы трейлер будущего хита. И в нем, как мне кажется, все было идеально. Не идеально в нем было разве что то, что, ну, я не знаю, его снял Вова Беседин. Он известен как человек, который не только меня киданул с озвучкой про Маунт Камеди, но и Ильича самого, святого человека. Не Владимира Ильича, а Ильича из «Литл Биг», переписав на себя права из «Гаф и Гаф». То есть, в принципе, человек был такой. Ну, это меня немного смущало. Но в итоге картина попала, как это называется у американцев, в производственный ад. Короче, типа, пришлось поменять режиссера. Как раз избавились от беседины. Вместе с ним ушел главный актер. Пришлось переснимать всю хуйню, где был майор Гром, а его было дохуя где. И это все тянулось, тянулось, тянулось. Казалось, уже никогда не выйдет, как и «Цензор», например, который я до сих пор жду и не могу посмотреть. Если помните, было такое народное кино. И вот, наконец-то, фильм все-таки достиг киноэкранов. К большому сожалению, планом великого комбинатора помешал «Брикус». Эпидемия обрушилась на планету, и кинотеатры стремительно начали сосать и терять свои позиции. И здесь мы как раз и подходим вот к этой акции. Имеет ли она смысл? Давайте все-таки разберемся, да. Стоит ли выкупать все места в кинотеатрах и раздавать билеты бесплатно? Стоит ли спамить хэштегами или все-таки нет? Я тут упомянул фильм «Цензор». Почему? Не просто так. Потому что у него был слоган, типа, «Первый народный фильм» или что-то такое. Типа, на него собирали деньги на бумстартере. Потом, уже много лет спустя, вышли «Панфиловцы». 28 «Панфиловцы», которых тоже называли народным фильмом, хотя большинство денег там закинули гайджины и какие-то спонсорские компании. Но в целом народ скидывался, поэтому фильм называли народным. Теперь «Майор Гром» позиционируется как новый такой вот народный фильм, который мы должны поддерживать всем народом. Давайте же разберемся, кто снял этот фильм. Потому что вообще я сейчас буду, как это любят говорить, секрет Полишинеля открывать вам, потому что большинство людей так знает. Но все-таки, фильм снял Артем Габрелянов. Это сын Арама Габрелянова, который владеет холдингом «Лайф.ру». И не только «Лайф.ру», это если что, вот такое, про кремлевские СМИ. Если вы вдруг не в курсе, что такое «Лайф.ру», я себя даже выписал. В 2017 году, это примерно тогда, когда вот был этот короткометраж, он стал инвестором новостного паблика «Мэш», тоже достаточно про кремлевское такое болото, экономическое шоу «Адские бабки», агентство нативной рекламы «Изюм» с «Дружко Шоу». Помните, был такой человек в интернете «Дружко». У меня с ним фит есть. Между прочим, военного проекта «Варгонза», стримингового проекта «Блэк Элифант» и «Гигарамы». Руководителями всех проектов были выходцы из «Лайф». То есть, по сути, назначенцы. Я не могу, наверное, сказать, что это прямо уж олигарх, да, потому что у нас олигархи в классическом смысле это кто-то вот с каким-нибудь сиболюминием или чем-то таким. Но в целом, я здесь народных денег не увидел. Ну, то есть, они, конечно, в какой-то мере есть. Они идут с налогов, потом их как-то перераспределяют. Но абсолютно очевидно, блядь, что фильм снимали не бедные киноделы из какого-нибудь там Пердяева, блядь, которым нужна помощь. Да, все хвастаются тем, что фильм вышел без поддержки Минкульта, но всё-таки вы же понимаете, на какие деньги он, блядь, снят. Мало того, что он напичкан продакт-плейсментом, я не знаю, заметили вы его или нет, потому что такое чувство, вот я посмотрел несколько обзоров на Ютубе, что люди в таком восторге от комикса, что вообще ничего не видят. Ни скрытой рекламы, ни каких-то проблем фильма. То есть, как бы, и сейчас народ переживает искренне. У нас такого никогда не было. За продукт, который, ну, по сути, на провластные деньги произведён олигархами. Типа, я уж не знаю, как, как вот, типа, вы можете воспринимать это, как то, что я ёбнулся, да, потому что, ну, действительно, сын своего отца, он не в ответе за своего отца, он может заниматься чем угодно, он может быть талантливым режиссёром, вне зависимости от этого. Но то, о чём мы будем говорить дальше, оно будет показывать, что всё-таки, как бы, нет. Если бы, действительно, Артём Габрелянов снимал вот что-то похожее на первый короткий метр, вопросов бы никаких не было. Я бы сейчас первый кричал «Поддержите, майор Гром», спамил в соцсетях, потому что вот короткометражка мне нравилась очень сильно. В ней был экшон, всякие необычные повороты, вся хуйня, и самое главное, в ней не было ебучей повесточки, потому что вот такой я человек, вот мне везде повесточка всё портит, понимаете? Сейчас на Западе везде СЖВ повесточка, там, Black Lives Matter, всё такое, и вот она меня так бесит. Так почему же мы не видим повесточки, которая просто тычет нам огромным хуем прямо в наш ёбаный лоб? Или же мы придумываем причины её не видеть? Давайте разберёмся. Я видел мнение кинокритиков на Ютубе, и они все в один голос говорят, что только тупые школьники увидят в «Майоре Громе» агитку. Что кино, оно многогранное, что Россия там альтернативная, что это всё просто вообще было в комиксах и так далее. Но можем ли мы воспринимать искусство в отрыве от жизни? Не думаю. Если мы, конечно, не какие-нибудь сферические кинокритики в вакууме, типа Долина, нет, не можем. Поэтому искусство неразрывно связано с жизнью. И окей, хорошо. Так ли плохо посыл революции, это плохо и опасно? Конечно же нет. Есть десятки, если не сотни фильмов, которые вот именно с этим посылом. Я всё понимаю. То есть я сразу же просто пытаюсь отгородить себя от сумасшедших, которые во всех фильмах видят, типа «О, дети посмотрят там, блядь, какой-нибудь Терминатор и начнут нахуй в митинге жидких людей убивать» или какая-нибудь такая хуйня. Я не ебанутый. Окей, но... Когда главный герой говорит в своём монологе о том, а там этот монолог, он настолько пафосный, вот прям иногда... Актёр, в принципе, неплохо играет Майора Грома, но он иногда так поддаёт пафосы. Вот когда они говорят о зашифрованных переписках в соцсетях, и он такой, ну что ж вы придумываете то, что вы контролировать не сможете. И там идея в том, что опасность создана тем, что люди, внимание, могут зашифрованно переписываться. Повесточка немного опоздала, да, но вы же прослеживаете, откуда это всё идёт, когда была блокировка телеграммы и вся эта хуйня. То есть там на полном серьёзе главный герой фильма говорит о том, что, типа, хотели свобода слова, сделали площадку для, типа, высказываний террористов. И я такой, блядь, это невозможно воспринимать нахуй в отрыве от нашей реальности. Это идёт в наших, блядь, кинотеатрах в России, где действует закон Яровой, по которому ваши, блядь, переписки будут тысячу лет хранить. Блядь, всё, что вы написали. Я сижу и слушаю, и вроде никто не против. Все сидят, всем похуй, типа, все такие, ну да, да. А там так пафосно этот гром такой, вот, нахера вы сделали эту зашифрованную переписку, если вот те террористы. Я такой, блядь, ну, люди, которые, блядь, вот, говорят сейчас о том, что только школьник увидит в этом агитку. Ну, вы дауны, блядь, вы и есть школьники. Вы высмеяны. В этом, на самом деле, фильмы, вы даже не понимаете. Главный враг майора Грома в этом фильме, как я считаю, и что в концовке, чтобы без спойлеров, да, что в концовке раскрывается, это на самом деле не чумной доктор, а свобода слова и гражданские права. Вот, что, вот это всё отребье, которое вываливает на улице, которое всё это, на самом деле, это типа народ, пусть и выдуманного Петербурга, пусть и выдуманной хуйни, но они выходят из-за беспредела, а не из-за того, что они ебанутые. Идея, блядь, в том, что чувак создал платформу, ну, понятно, люди угадывают в этом, Павла Дурова, кекают с этого, но это на самом деле не столько Павел Дуров, сколько сама концепция. Создал переписку, которую не могут читать ФСБ, ФСБшники, да, зачифрованную, и всё, пиздец. В стране нахуй машины переворачивают, блядь, всё ебашит, чумной доктор жён. А всё почему? Потому что вы сделали не сервис для свободного общения, вы платформу для переговоров террористов сделали, чтобы они вот друг друга восхвалили. Ну это, это же, это же вот в наше время происходит, и ни у кого к этому нет вопросов. То же самое говорит Владимир Соловьёв, его нахуй хуями кроют, все кому не лень, блядь. Делают вырезки какие-нибудь там, типа в штабе Навального отвечают, камикадзе разбирают, блядь. Тот же самый посыл вам дают с киноэкрана, вы такие, блин, ну это лучше, чем защитники Сарика Андрея Асяна, пожалуй, буду советовать всем друзья. Ну типа, бля, ну вы больные, что ли, нахуй. Нам предлагают представить себе мир, в котором в России у людей есть возможность свободно, вот то, что в начале фильма говорит этот вот Дуров, типа, что у нас есть возможность совершенно свободно общаться, посещать любые сайты, и чтобы никто не знал, на каких сайтах мы были, блядь, типа, и нам показывают, к чему это приводит, все, покрышки горят, майдан, повсюду, к дедушке залезли домой, дедушку хотят убить, мужа и жена убивают, и это все, потому что ФСБ не прочитало мою, блядь, переписку, ну вы че, угораете, блядь, я, нет, фильмы бывают самые разные, блядь, типа, ну а с каких пор в фильмах чуваки, которые, блядь, ограничивают свободу простых граждан, блядь, стали хорошими ребятами, а люди хотят, которые хотят дать возможность свободно общаться, стали плохими, то есть, вот навешивание на всех ярлыка террористы, люди, которые просто не хотят, чтобы знали, блядь, какие сайты они посещают, государство, по каким причинам, да по любым, нахуй, по причинам того, что есть нахуй ебаная конституция и права человека, вот по этим причинам я не хочу, чтобы мою переписку, блядь, читали, и чтобы смотрели, какие сайты я, блядь, посещаю, но из этого так все подается, вот смотрите, что вы создали, вы не можете это контролировать, теперь посмотри, что ты наделал, вот улицы, и там, там реально хуйня, как вот в этом, в Бэтмене, когда Бэйн, блядь, поднял бунт, нахуй, какой-то тип, блядь, ну да, вот к этому приведет то, что ФСБ не будет читать мою переписку, и ни у кого, нахуй, с этим нет проблем, а если я вижу в этом проблем, я тупой школьник, по мнению, вот большинства кинокритиков, обзорщиков, я тупой школьник, я вижу проблему там, где ее нет, вы чё, блядь, вы серьезно, что ли, мысль, которую пытается донести до нас майор Гром, она достаточно простая, там нет, в принципе, серой морали, хотя они пытаются подать это, как серую мораль, но основная идея это то, что вот чрезмерная свобода ведет к невероятно тяжелым каким-то кровавым последствиям, революциям, а я-то думал, блядь, наивно, предполагал, что к революциям ведет недовольство людей политикой власти, мне-то казалось причина революции в этом, но нет, оказывается, настоящая причина, друзья, то, что кто-то не может мою переписку прочитать, зашифрованную, в каком-то мессенджере, вот оно что, что люди могут посещать какие-то сайты и смотреть какие-то видеоролики, вам никого не напоминает, да? Кто у нас сейчас в тюрьме сидит? Кого признали экстремистской организацией? То есть вот они смотрят эти ролики и нельзя отследить их, блин, как нельзя посадить их за репост, понимаете? Все децентрализовано, нельзя вот прийти выслать майора Грома домой к человеку, к бабушке какой-нибудь, которая зарепостила себе какую-нибудь херню, написала, блин, ее на пять лет посадить, эх, нельзя, что вы сотворили себе, что это за безумное? Фильмы это не всегда просто какое-то творчество, это иногда и идеи. Гитлер вместе с Леней, или как-то, Лене, блядь, ну вы поняли, про кого я, снимал все эти триумфы веры, и все это вполне с конкретной целью, донести свои идеи. Фильм Майор Гром, он успешно маскируется под чисто комиксовую тему, он веселый, там, Шаверму кушает, Петербург, все это, но при этом у него есть идея. У фильма Мстители, например, нет никакой идеи, ну кроме там Дружба, Любовь, Жвачка, Мир, вот вообще, вы можете посмотреть все Мстители и вообще они ничего, а тут есть идея, и эта идея не может восприниматься в отрыве от времени, в котором выходит фильм, особенно с учетом того, что он затянулся в производстве, и то, что он должен был выйти еще раньше. То есть, тут речь идет не о каком-то совпадении, о том, что фильм именно вот так и планировался. Помните этот промо-ролик с самолетиками? Это акция, когда вот, и что недавно Навальный устраивал все эти, что все должны выйти с телефонами, включить там фонарики или что-то такое, то есть, это не какое-то просто совпадение, это именно что фильм, который должен донести идею. И эта идея, хотя я небольшой фанат, блядь, Навального, уж тем более Павла Дурова, блядь, но идея, которую пытается донести фильм, мне вообще не нравится. Хоть жители вот этой вот вселенной Майора Грома, они формально россияне, но это вообще нихуя не россияне, потому что эти жители одурели от вседозволенности. и показывают, вот, смотрите, смотрите, главный враг этих жителей, никакой не чел с огнеметами, блядь, в костюме чумного доктора, их главный враг, это вот их свобода, свобода слова, это же они, вот это вот, и как это еще показывается, когда в итоге-то, попадаешься не заспойлерить, но просто злодей говорит обо всех них, что в итоге-то это просто быдло, типа, и он их использовал, типа, что он вывел их, и просто, типа, его план был, он их так же презирает, и я такой, ну не может быть, чтобы не было с этим проблем, блядь, у людей, ну типа, ну, это мы-то одурели от вседозволенности, я понимаю, вселенная выдуманная, они все говорят, она не имеет ничего общего с реальностью, но так нельзя, все выходит в контексте времени, в котором оно выходит, блядь, ёпта, чёрный квадрат нихуя бы не стал чёрным квадратом, если бы он выжил сейчас, а не тогда, когда он, блядь, вышел, нахуй, так и здесь, блядь, они, ну, ну, невозможно же этого не замечать, но люди, как будто массово не замечают, такие детали, то есть для них, это реально, прямо они смотрят, и да, да, вот это, вот это сюжет, да, люди одурели от свободы, вот, вот это вот мысль, которую нам пытаются донести, пиздец, нахуй эту кинотеатр, и такой, блядь, пускай ещё больше запретят, нахуй, я ебал вообще, да, с этой свободой завтра начнётся, блядь, машины сожгут, огнемёты, блядь, мне такая свобода, блядь, я только-только кредит закрыл за свою ласточку, мне такой свободы не на, но это же, это же абсурд, блядь, это просто глупость, свобода, это хорошие парни, в любом кино, практически, ну, кроме каких-то совсем уж авангардных таких, но, свобода равно хорошие парни, а, блядь, те, кто против свободы, Ганс, у нас черепа на фуражках, блядь, ну, вы чё, угораете, что ли, блядь, вот, один только пафосный монолог Игоря Грома на тему того, что, блядь, нужно всё, типа, не нужно создавать то, что не можете контролировать, да вы чё, как будто вот все, все навальнята, которые, блядь, от меня при одном упоминании, просто, когда Коля анекдот рассказывает, просто, про Навального и новичок, отписывались там по 400 человек, Куда они делись-то, блядь, где они все, где все, кто видел повсюду кремлебодский подтекст, про чё не говоришь, говоришь там про Байдена, блядь, про это, везде орут, это кремлебод, это кремлебод, да где они теперь, им реально, им визуалом красивым, ну, окей, хорошо, фильм красивый, крутой, смешной, с точки зрения вот просто фильма, его можно посмотреть, но только с точки зрения фильма, это всё-таки скорее для того, чтобы вот посмотреть и проникнуться, могут же хотя бы пацаны у нас снимать хорошо, правда, блядь, видимо, за кремлёвские деньги, но всё-таки могут хотя бы, да, неважно, за чьи деньги, ну, господи, подумаешь там, посыл, блядь, ёпта какой-то, главное, что могут хорошо снимать, я уж думал, никогда ничего, будем одного Сарика Андреасяна смотреть, то есть, за это многое фильму можно простить, но конкретно сюжетную линию с ребёнком, которого злодеи обманом пытаются затащить вот в какую-то такую деятельность на митингах преступную, это уж, про это орала и Любовь Соболь, и вот этот Яшин, они прям вот, когда были истории с тем, что по федеральным каналам показывали, что детей на митинги втягивают, вся оппозиция просто набросилась, что вот, смотрите, это повесточка, вот они как теперь показывают, а в фильме просто её как будто вот, люди просто, они плачут от счастья, что вышел нормальный фильм, и они не видят в упор, они схавали это говно, может, они и не прониклись этой повесточкой, окей, они просто хотели посмотреть хорошие кинокомиксы, но они это говно схавали, и ещё, и, блядь, выкупают места в кинозалах и пишут, поддержите майор Гром, блядь, Юра, поддержи, поддержи, давай побольше людей пусть посмотрят, побольше людей пусть посмотрят про то, почему все переписки нужно читать, и всех на митингах нужно сразу мордой, блядь, ёпта, вы, знаете, там есть сцена потрясающая по уровню вот какой-то как это называется, я не знаю, эффект Кулешова, или не помню, короче, типа там так всё начинается, типа всё, хэппи-энд, вот типа всё, и звучит весёлая музыка, и потом морды в капот кладут протестующего, и я такой, это что происходит? А там, типа всё, менты всех винтят, и всё, и такая музыка звучит, и я такой, это чё, блядь, ёпт, двадцать пятый кадр, нахуй, или что сейчас происходит со мной, то есть, я верю в то, что может быть, блядь, это как-то по-другому задумывалось в комиксах, но в 2021 году, блядь, музыкальную вставку весёлую делать под момент, когда протестующие какие-то, не важно против чё, там, в этой, это выдуманные протестующие, понятно, типа, они вообще, они там людей убивали, это какие-то жуткие, против, их можно мордой, блядь, в капот, да, но в контексте того, что происходит сейчас, это правда, по-вашему, охуенная идея, ставить весёлую музыку, и где, типа, грубо говоря, росгвардейцы кладут мордой в пол людей на каком-то условном митинге, я, я удивлён, что, блядь, люди ещё массово как-то не атакуют, не кричат, что это, блядь, вот смотрите, про кремлёвская хуйня, может, потому что Джек ещё расследование не сделал, блядь, про этот фильм, потому что это, ну, это же, ну, это просто, вот, и все, я смотрел, все кино, всем норм, вообще, никому, никого не смутило, наверное, я один заметил, блядь, и один такой, я у мамы ебанутый, я просто не понимаю, либо фанаты комиксов реально настолько тупые, блядь, либо они просто, ну, блядь, типа, вот прям сознательно закрывают на всё это глаза, потому что, вот, у меня фидлента интересная, и всякие, вот, ну, просто, друзья, группы, блядь, я вот так вот листаю, блядь, у меня ощущение, что все вообще оппозиционеры, все репостят там, блядь, расследование, нахуй, геленджик, блядь, все там, освободите Навального, допустите врача, и потом такие, бля, майор Гром, нахуй, все поддержите майор Гром, бля, вы как будто не смотрели фильм, то ли, блядь, как-то его не так смотрели, что ли, блядь, вы мне говорите, блядь, освободите Навального, а потом буквально говорите, посмотри, майор Гром, пизда, этот фильм, вот там здорово показано, к чему может привести Навальный, блядь, и почему его надо закрыть, как чумно в доктора, ну, Саыы как у вас вообще складывается идти на фильм от лайфру по сути от Габриолянова, который владелец всех этих мэшей, лайфру, всего и там постоянно вот про кремлёвское всякое это выходит и вы такие, блин, вот это отстой про кремлёвские СМИ, а тут они сняли фильм по комиксам, и вы такие комиксы, комиксы поддержите Майора Грова, мы любим комиксы Вы как будто вообще с жопой, блядь, ёпта, смотрите, а не глазами нахуй. Комиксы хуёмиксами, блядь, ёпта, но в принципе, типа, если бы, я не знаю, вы посмотрели фильм, где... Да я даже не знаю, блядь, ёпта, выебали вашу мать. Вот самый такой простой, знаете, быдлядский пример, да, блядь, а вашу мать реально выебали. И показали, что выебать вашу мать было, в принципе, положительным поступком. Вы бы расстроились. Ну, при условии, что, конечно, вашу мать реально кто-то выебал. Ну, вы поняли идею, типа, да? Вам было бы неприятно, вы такие, нахуя снимать такую хуйню? Типа, блядь, это же бред, ёбаный. Так почему здесь, наоборот, всё такие, тут нет никакой агитки? Люди прям реально, вот, блядь, всякие комиксные блогеры, киноблогеры, они прям... Нет, тут агит... Нет никакой агитки, это всё, это комиксы, всё. Ну, комиксы, блядь, ёпта, тоже могут быть агиткой, да? Сейчас, блядь, ёпта... Сейчас бы вспомнить иксменов, блядь, которые, по сути, это ЛГБТ-сообщество, блядь, Капитана Америку, который вообще, блядь, за ценности демократии пиздит, блядь, противников демократии. Да могут они быть агиткой? И этот комикс определённо агитка. Понимаете, первая, блядь, короткометражка, она не была агиткой, она была программой, там ноль претензий. А это агитка, она очень красивая, смешная, яркая. Видно, что актёрам не похуй. Вот впервые, наверное, в истории российского кино видишь, что актёрам не похуй на свои роли. Даже копы запоминаются с какими-то, блядь, ёпта, фразочками рядовые, блядь. Не говоря уж там, там шматко есть, в конце концов. Замечательная агитка. Как и, например, сериал «Солдаты», где был тот же шматко. Снятый на деньги Министерство обороны, для того, чтобы показать, как здорово служить в армии. Нам нравился сериал «Солдаты». Без базара. Да пиздатый, блядь. Я помню, там Скалов, Медведин, Вокутагин, блядь. Медведев, блядь. Вокутагин, ну, помню, блядь. Старакония, интересные девки пляшут. Но он же правда был снят на деньги Министерства обороны. Это не секрет. Для того, чтобы люди, нахуй, шли служить в армию. Так, блядь, ну, вы что, не видите, что это то же самое, нахуй? Только если служить в армию, это ещё более-менее что-то такое, типа. Ну, это же Министерство обороны, им нужны призывники. Естественно, как бы это в их интересах призывать людей в армию. То в случае с Майором Громом, ну, абсолютно очевидно, что здесь главные враги свобода слова, бесконтрольные, неконтролируемые митинги. И, типа, это реально наши главные враги, да? Общество, даже в кино, принято изображать, ну, вот, высмеивая или как-то стерилизируя проблемы в обществе, да? То есть проблема нашего общества с вами, это то, что нашу переписку недостаточно читают. И то, что люди выходят на митинги. Вы правда думаете, что это проблемы, блядь? То есть, если фильм выбрал из всех проблем, которые у нас есть, вот эти вот, ну, каким хуем это не агитка? Просто объясните мне. Я, кстати, не говорю, что крутое кино не может быть агиткой. Практически все советские фильмы в той или иной мере агитка. Это не мешает им быть крутыми. Ну, просто здесь это доходит до каких-то, я не знаю, фантастических уровней. Но, в целом, фильм неплохой. Он на самом деле хороший. Есть потрясающие находки. Например, вот эта вот хуйня в стиле этого, блядь. Шерлока Холмса у Дауни-младшего, когда он просчитывал комбинации. Но, типа, это постмодерного обыгранная эта хуйня. И на этом строится куча кикесов. Потому что у Грома это работает не идеально, как у Шерлока Холмса дает осечки. И, типа, это, ну, это смешной фильм, действительно. Он такой трогательный местами, местами смешной. Его можно смотреть без блева. Это вот, для российских фильмов, это я бы назвал прям Оскар. Вот прям, типа, если ты можешь посмотреть целый фильм и не словить кринж, всё, это прям один из лучших российских фильмов, определённо. И посмотреть «Майора Грома», конечно же, стоит. Но! Здесь вот, как бы, посмотреть «Майора Грома» стоит, да. А стоит ли вот прям выкупать кинозалы? Вот прям так поддерживать. Стоит ли прям друзей призывать, грубо говоря, не дождаться релиза на торрентах, а просмотреть в кино? Прям стоит ли впрягаться за этот фильм? Мало того, что он напичкан, как я уже сказал, продакт-плейсментом, такая, они же ещё и продали права на онлайн-вещание всяким онлайн-сервисом за фиксированную сумму. Поэтому они прям такие чётко сказали, что нет, в онлайне смотреть не надо, идите в кино нас поддержать. Но дело в том, что деньги свои они уже получили и не один раз. И это не деньги каких-то простых работяг. Так, я подчеркну. Это инвестиции владельца Лайфру через своего сына в комиксную культуру гиков. Потому что вы сейчас такие, типа, майор Гром крутой, нужно поддержать, чтобы вышла следующая часть. А с кем, по-вашему, будет бороться майор Гром в следующей части? Майор Гром против банды, несогласных с пенсионной реформой. И их возглавляет блогер, типа, похожий на бэткомедия, да такой, знаете, он такой, ха-ха-ха-ха-ха, раздайте все деньги бедным. Ему показывают, к чему это приводит, типа, бедные покупают себе стволы, и начинается гражданская война. Или третья часть, майор Гром против людей, которые из ФБК, и они оскорбляют ветеранов в интернете, поэтому дадим. Майор Гром, он изо всех сил, майор Гром, пытается быть дядей Степой. Нам его хотят показать, как дядю Степу. Типа, он ловит преступника, это реально убийца, маньяк, блин, преступник, опасный. Но, по сути, майор Гром Эшник, не заделая по борьбе с экстремизмом, как вот тесака ловили, он борется, по сути, больше с протестами. Да, он ловит главного злодея. И представьте себе, у главного злодея есть какие-то реальные уголовные причины его преследовать. Ну, в случае с персонажем этим убийцы. А в случае с, сами знаете, кем, Керафлев, например, да? То есть, основная идея в том, что борется с преступностью, но при этом, на самом деле, это борьба вот с народом, который охуел от свободы. И не понимает, что для него было бы, блин, лучше, если б майор Гром читал его переписки. Тупые люди не понимают, что может... Э, вы, вы хотите как на Украине? Чтоб покрышки горели, да? Чтоб они машины жгли. Они, смотрите, эти протестующие, они приходят и к старикам, ловят семейные пары, и вообще похуй, они ебанутые. А главный злодей, он использует их просто, они марионетки, он ждет. Он такой, я их подставил, их сейчас истребят, они... А-ха-ха-ха-ха-ха! И, типа, я потом смотрю нахуй обзоры, и мне говорят, если ты увидел тут агитку, то ты школьник и дебил. Да вы чё, блядь? Чё за хуйня, типа, что... Нет, естественно, блядь, мы не хотим, чтоб машины жгли, людей убивали, блядь, ёпта, и покрышки. Но это ж не оправдывает тотальной слежки за населением, блядь, по закону Яровой. Того, что, блядь, людей на митингах, которые Конституцией гарантированы, пиздят дубинками, блядь, ёпта. Не просто охраняют, блядь, их оправдывают дубинками разгорят. Это же... Это же вообще никак не связано. А нам, как бы, весь фильм говорит, что вот, смотри, если мы не сможем тебе уголовку за репост впаять, вот к чему это приведёт. Чумной доктор, а потом беспредел на улицах. Майдан, блядь, всё горит, блядь, ёпта. Да как вы вообще это связали, блядь? Понятно, что для фильма можно любой сюжет выбрать. Любой сюжет вообще это, типа, но... Но вы это выбрали, именно этот. Вы выбрали сюжет с чуваком, который обманом заманивает детей на несанкционированные акции. Про то, что уууу, переписка, которую не может читать, блядь, полиция, там террористы, бля. Это, 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 это же как бы, ну... Мы можем либо осудить вас за выбор такой хуйни, либо не осудить. Я осуждаю, потому что, ну, я не хочу, чтобы мою переписку читали. Не, не появится террористов новых от того, что товарищ майор не почитает, что я там кому пишу. И более того, блядь, не, не, не начнётся, блядь, переворачивание машин, блядь, ёпта, и поджигание, блядь, убийства людей просто от того, что люди выходят за свои права. Майор Гром создаёт нам сеттинг, как бы оригинальный, да, но он в рамках этого сеттинга не даёт ответов на вопрос, а что ж, блядь, делать-то тогда? То есть нам показали, самосуд, это ужасно, всё, протесты, это кошмар вообще, всё, тут всё приведёт к хаосу, дедушку чуть не убили, блядь, ёпта, и малолетних... А делать-то что, майор Гром? Нам фильм на это не даёт ответов. То есть, если бы тут хотя бы была серая мораль, потому что я тоже в рецензии читал про серую мораль, но тут нет никакой серой морали. То, что майор Гром постоянно говорит, ух, блин, эти, блин, служебные полномочия меня только сдерживают, это серая мораль? То есть вы хотели, чтобы полицейским, росгвардейцам дали ещё больше полномочий? Чтобы они могли, как майор Гром, блядь, ёпта, вообще останавливать террористов, блядь, на любом этапе, нахуй, блядь, ну вы ебанутые тогда, я не знаю. У нас полицейские, если вы не в курсе, купаются в полномочиях, блядь. А тут этот майор Гром, который такой, блин, почему мы не можем ничего сделать с этими богачами? Собираешь на них, блин, доказательную базу, всё это, а их отпускают из зала сюда. Да иди ты нахуй, майор, иди ты нахуй, блядь. Майор Гром должен быть с народом, даже как выдуманная какая-то фигура из комиксов. И мне похуй, что этими комиксами владеет прокремлёвская СМИ, Life.ru. Я не говорю, что майор Гром должен, блядь, коктейль молота убрать, идти хуйнёй страдать, блядь. Нет, конечно. Но очевидно, что майор Гром должен понимать, что даже в его выдуманной ебучей комиксной вселенной люди пошли за чумным доктором не просто так, а потому что там творится беспредел. И ответа на то, как же нам, товарищ майор Гром, бороться с беспределом, фильм не даёт. Нам говорят просто, не шали, на митинги не ходи, людей вот этих вот не слушай, которые тебе про свободу говорят, а то придёт майор Гром, тебя отхуярит. И тебя под радостную музыку об капот башкой ложат, блядь. Ну а типа, а где же хэппи-энд, майор Гром? Где же наказание для всех коррумпированных чиновников в этом городе? Где же какая-нибудь сцена, где вскрываются все афёры, типа оказалось, что там кто-то что-то записывал, и вот, теперь будет новая прекрасная Россия будущего, без воровства, кумовства, вот этих вот судебных фальсификаций. Так где же эта сцена, ребята? Нет! Всё заканчивается на том, что протесты подавлены, и всё хорошо. Все недовольные уложены мордой, блядь, в вазик, блядь, ёпта. Ну, охуеть. Охуеть, ребята, типа. И это до меня выдаёбывались в 2018 году. Секс-бухло, русский рэп. Ну и закончить, наверное, хотелось бы, вот, ответом на речь майора Грома о том, что зачем вы создаёте технологии, которые не можете контролировать, типа вот этого шифрования. Я сначала хотел написать небольшую речь, подставить под неё пафосную музыку, но решил ограничиться. Пошёл ты нахуй, майор Гром. Пошёл ты нахуй. Я думаю, что мы справимся. Если фильм задаёт нам такую проблематику, что у свободы очень высокая цена, я думаю, мы попробуем, майор Гром. Пошёл ты нахуй. Ты не выбираешь за нас. Ты не с нами, майор Гром, блядь. Ты, блядь, я думаю, даже на самом деле не в полиции, а в Росгвардии работаешь. Поэтому, типа, нет, нет. Люди, которые требуют к себе справедливого отношения в своей собственной стране, они не террористы. Они не наденут масок, они не выйдут громить, не выйдут кидать факелами, они просто хотят быть людьми такого же сорта, как и вот богачи власть имущие. Они хотят быть людьми второго сорта. Вот и всё. И не надо их, и даже в сутку, как бы рисовать их такими отмороженными, насильниками и ублюдками, которые только и ждут возможности, что кинуть факел. Я считаю, что пошёл ты нахуй, майор Гром. Сейчас во всём мире такие тенденции, что все вступились, например, за этот, блядь, за Гонконг, блядь. Столько историй было с этим, блядь, еб-то. И все готовы осуждать Китай, даже у нас готовы осуждать Китай. Но при этом мы такие, вот, майор, громпиздатый фильм, блядь, еб-то. Нет, знаешь, чё, майор? Мы, блядь, здорово ты стелишь, конечно, майор, про то, что переписки тебе нужно, блядь, мои читать. Но знаешь чё, майор? Пошёл ты нахуй, блядь. Я сходил, свои деньги, блядь, отдал, но я надеюсь, что я сберегу ваши деньги, потому что вы, конечно, можете сказать, это всё ещё зрелищный фильм, блядь, типа, куча экшена, хотя я думал, будет гораздо больше. Я после вот этой короткометражки думал, что весь фильм будет как адреналин такой со Стейтемом, но экшена не так много, на самом деле, как хотелось бы, но в целом, блядь. Вы идёте на то, что похоже на любимый кинокомикс Владимира Соловьёва. Вот. Вот. Я уверен, если показать Владимира Соловьёва, майора Грома, он скажет, вот это, это переплюнули Голливуд, всё показали здорово. Тут можно и Навального усмотреть, и Дурова, и протестующих мордой в капот. Во! Во! Вообще! Приду с семьёй! Только, а в кома показывают, блядь? Ха-ха-ха-ха! Тоже нам улетать пора. В кома будет показывать фильм? Нет. Короче, чуваки, как относиться к майору Грому, это только ваше решение. Я просто попытался действительно разобраться, агитка это или не агитка. Конечно же, найдутся многие люди, которые скажут, пошёл я нахуй, и типа, блядь, что... Но по сути, сейчас будет гамбит Хованского. Вы же писали, что я кремлеботовец, и лдпровец, и вообще полностью, типа, ангажирован. Так зачем же я тогда обтираю этот фильм? Вам мат, гроссмейстер. Ставьте коммент, пишите лайки, не забывайте подписываться на канал, без подписок туговато. Предлагайте идеи для следующих роликов, потому что... Хули бы, блядь, ёпта. По сути, для этого ролика идеи я нашёл в комментариях, так чё же ещё не найти? А на сегодня всё. С вами был Юрий Хованский, всё вам доброго, и... Пытался вспомнить какую-нибудь коронную фразу, блин, из «Майора Грома», но чё-то ничего не вспомнил. Ешьте шаверму!